Формула-1 При таких неопределённых погодных условиях гонщики готовятся Мокрая трасса по-прежнему представляет опасность, но на совещании пилоты приняли решение Три минуты до старта. Всем покинуть стартовое поле Гонка Гран-при Германии. Нюрнбург-Гринк. Август 1976 года Ники Лауда 25 пилотов стартуют в начале каждого сезона Формулы-1 И каждый год двое из нас погибают Кто же берётся за такую работу? Это без сомнения необычные люди Бунтари, безумцы, мечтатели Люди отчаянно жаждущие славы и готовы умереть ради неё Меня зовут Ники Лауда. В мире гонок я известен по двум причинам Во-первых, из-за моего соперничества с ним Масс едет на сликах. Сменить резину А что, Хант? Он заменил? Нет, он поедет на дождевой Не знаю, почему этому придавали такое значение Мы просто гонщики, мотающие друг другу нервы Для меня это было совершенно обыденно Но остальным казалось, что причины происходящего между нами лежали намного глубже Тогда я тоже стартаю на дождевой Во-вторых, меня запомнили благодаря тому, что случилось 1 августа 1976 года Когда я прессовал его, как с***р сон Шестью годами ранее Этот на второй полке Спасибо Каталку, пожалуйста Вам должны были звонить с трассы, что я приду Хант, Джеймс Хант В чём дело? Вы никогда капли крови не видели? С вами всё в порядке? Совершенно Мы думали, вы попали в аварию Ну да Если можно так назвать дружеский спор с другим гонщиком И о чём вы поспорили? Это вас не касается Извините А его жене? Придётся наложить пару швов Скверная рана Удар был скверный Чёртовой монтировкой За что? Что вы сделали? Ничего Только то, о чём она сама просила И это было? Рад буду вам показать, если пожелаете Трасса Crystal Palace, Лондон, 1970 год Никогда ещё не была на Гран-при И это не Гран-при, это Формула 3 Что это? Это класс пониже Где околачиваются недоумки вроде меня В надежде, что их заметят и возьмут в Формулу 1 Ты разочарована? Нет Выходит, ты спала со мной, полагая, что я знаменит Неправда Не волнуйся, однажды я стану знаменитым Всем доброго утра Это сестричка Джемма Сестричка, это Пузырь Хорсли, менеджер команды Здравствуйте Пузырь? Да Док Постал Туэйт, наш конструктор Здравствуйте Александр, лорд Хескетт, владелец команды Как выживаете? Превосходно, спасибо Так, держать Суперзвезда А это машина? Она самая, Lotus 59 Тысяча кубов Двигатель Cosworth M.A.E. Не красотка, конечно, она носится шустро Не беспокойтесь, это с ним перед каждым заездом Это хороший знак Он так себя мотивирует Всем участникам Формулы-3 приготовиться к старту Просьба предоставить болиды для технической инспекции Все хорошо, суперзвезда? Все превосходно, шеф Один глоток Спасибо И затяжечку Сегодня на трассе Crystal Palace Джеймс Хант на полпозиции Следом новый участник из Австрии, Никки Лауда И замыкает первую группу Дэйв Уокер Вторая группа Майк Беттлер и Дэйв Морган Тони Триммер и Джерри Бирвол Кто это? Новенький Немец какой-то Австриец, он с пяти утра по трассе бродил Будь сегодня повнимательнее, Джеймс Вам это пригодится? Ладно, заводи Прекрасный звук Музыка Пионеры-изобретатели автомобиля вообразить не могли Что все это настолько захватит нас Наши воображения, наши мечты Сестричка, мужчины любят женщин Но еще сильнее мужчины любят машины Давай, Джеймс И это Джеймс Вперед, Джеймс Танк по-прежнему лидирует, но Никки Лауда старинно преследует его Танк по-прежнему лидирует, оставляя пелетон далеко позади Теперь красный дьявол у него на хвосте Лауда захватывает внутренний радиус Он проводит обманный маневр Лауда обгоняет Он лидирует Танк, несомненно, постарается исправить свою ошибку Танк пытается использовать Слип-Стрик Лауда не оставляет места для маневра Лотус переходит на внутренний радиус Танк действует агрессивно И происходит удар Лидером закрутило Полит Лауда встал против кода Соперники отходят их Теперь ясно, почему пилоты зовут Канта Кантовария Давай, Джеймс Новичку конец Лауда явно в бешен Наверняка у боксов будет сказано немало резких слов Канта ждет победа, а Ники Лауда унизительное поражение Итак, Джеймс Хант одержал третью крупную победу в этом сезоне на трассе Crystal Palace после отчаянной борьбы с Ники Лаудой Лауда не смог продолжить гонку из-за разворота из-за агрессивного маневра Ханта на последнем круге В другой раз повезет Эй, *** Это была моя линия Я заканчивал тот поворот Тот поворот, где тебя вынесло носом не в ту сторону Этот поворот тебя сделал Тот маневр был самоубийством Если бы я не затормозил, мы бы разбились Но не разбились же И все благодаря твоему безупречному инстинкту самосохранения Пошел ты Как тебя зовут? Джеймс Саймон Уоллес Хант Запомни его, мой маленький фриц Яволь, запомни им я Это легко Хант рифмуется с дилетантом Слово, которое тебя идеально описывает Кто это? Без понятия На крысу похож, правда? В моей родной Вене моя семья прославилась благодаря одной вещи Бизнесу Мой дед был бизнесменом И мой отец тоже Так что, когда они услышали, что я хочу посвятить жизнь гонкам Я услышал следующее Никогда Гонки – удел плейбоев, дилетантов и прочих пустоголовых бездяльников Фамилию Лауда Носят политики-экономисты О которых пишут на первых страницах газет А если это единственное, что я умею? Значит, тебе тем более нужны мои деньги Делай, как я говорю, и продолжай наш семейный бизнес Хорошо? Можешь оставить себе свои деньги Можешь не вкладываться в меня Но когда я стану многократным чемпионом И моя фамилия будет не только на первых страницах, но и на обложках Ты об этом пожалеешь Убирайся и не попадайся мне на глаза Поскольку моя семья отказалась мне помогать, я рискнул всем и взял ссуду в банке Я нашел команду Формулы-1 с подходящей машиной и владельцем, который нуждался в деньгах и был готов принять мои условия Итак, дамы и господа Я рад объявить, что пилотом года, по мнению Британской гильдии автомобильных журналистов, стал Джеймс Хант Поздравляю, прекрасная новость Я горжусь тобой, Джеймс Поздравляю Спасибо большое Знаете, мои родители всегда хотели, чтобы я стал врачом или брокером или кем-то вроде того Они мне дали первоклассное образование, но их планы с треском провалились И в итоге я очутился в вашей компании Благодарю Мне это нужнее, чем вам В общем, я довольно вспыльчивый и дисциплины на дух не выношу Да, это уж точно Я успел пересобачиться со всеми Единственные существа, которых я люблю и отношусь к ним с почтением Это волнистые попугайчики Поэтому в любой нормальной сфере жизни я потерпел бы или уже терплю полный провал Выручает меня только лишь одно То, что я ловко вожу машину Так что спасибо вам за награду и за признание Я передам ее моему отцу и скажу, чтобы поставил на каминную полку И представлял, что это мой медицинский диплом с отличием Отлично, суперзвезда Еще один такой сезон, и я тебя продвину в высшую лигу Да брось, по-твоему, я еще не готов? Ты готов, а я нет Сначала я должен найти для тебя машину Ну так давай, пошевеливайся И не затягивай, если не хочешь, чтобы он поступил как Лауда А что он сделал? Пристроился в Бритиш Рейсинг Моторс Как это ему удалось? Он же ни черта еще не выиграл Взял ссуду и купил себе место за 2 миллиона австрийских шиллингов Боже Нет Подожди Ладно, я перезвоню Никки Лауда, прибыл на предсезонные тесты БРМ Заполните бланк, пожалуйста Я скажу, что вы здесь Мистер Стэнли? Доброе утро Доброе утро Доброе утро Клей, позвольте представить нашего пилота номер один Клей Рогацони Как поживаете? Хорошо Рад знакомству А это ваши механики Они подчиняются непосредственно вам Как полагается по контракту Здравствуйте Хотите посмотреть машину? Конечно Здравствуйте Вот она Пи-160 Такая же, как у Рогацони? В точности до последней детали Сколько она весит? 600 килограммов Но это же безумие Почему так много? 12-цилиндровый монстр весит 190 килограммов Ясно Сколько лошадиных сил? 490? Нет-нет 450 Этого мало Должно быть 500 И двигатель должен быть на 20 килограммов легче Мы уже пробовали Что пробовали? Все, заменили всю выхлопную систему Но почти никакой разницы Детали использовали магниевые Теперь блок цилиндров Все монтажные фиксирующие и пластины снять Когда закончите, займемся аэродинамикой переднего и заднего крыла Хорошо, всем спасибо Доброй ночи Какое время у Ригацони? Минута 53 Посадите его в мою машину, и он пройдет на 2 секунды быстрее Ну, такого быть не может Мы работали над ней всю ночь Скажи Ригацони, чтобы проехался Посмотрим Не понимаю, зачем мне это делать? Клейн хочет, чтобы ты на ней проехал Дай перчатки Вот же ж Поехали Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Предлагаю сдвинуть это. Хорошо. Что вы сделали с машиной? Этой информацией я могу поделиться только на определенных условиях. Выкладывайте. Гарантированное место в команде. И контракт на два года такой же, как у Регацони. Вы с ума сошли? Вы известная фигура в Формуле-1, а вы просто новичок. Вы здесь только потому, что нам платите. Что ж, если вы не хотите меня слушать, мы разрываем контракт, и я не плачу вам ни центра. Это неслыханно. Он был быстрее на моей машине? Ведь так, верно? Он прошел на две секунды быстрее? На две тридесятых. Ну, тогда подумайте, разберитесь, что для вас важнее, и дайте мне знать. Никки. Я знаю, ты скажешь, что это не мое дело. Что? Ты ведь с менеджером трека «Сегодня на свидание» идешь? Это не твое дело. Тем не менее, если хочешь совет, могу тебе его дать. Тут не в твоем вкусе дело. Девчонка, она классная. Только до тебя Агнес встречалась с британским пилотом из «Формулы-2», который прославился двумя вещами. Своим сумасшествием на треке и тем, что проводил в постели ночь, день и потом еще ночь. Пилот он неплохой, но ***, видимо, непревзойденный. Не знаю, как ты, а я бы на такое не согласился. Но если тебя это не пугает... Как его зовут? Этого пилота? Хант. Джеймс Хант. Просто ты поделился информацией. И я делюсь информацией. Как и полагается товарищам по команде. Куда мы едем? Обещаю, оно того стоит. Глаза пока не открывай. Подожди. Еще немного. Вот. Что скажешь? Она же для «Формулы-1». Да, суперзвезда. Мы с твоим братом прикинули на счетах. И поскольку расходы на «Формулу-1» не столь значительно отличаются от расходов на «Формулу-2», мы подумали, уж если просаживать деньги, то почему бы не сделать ставку в большой игре? В «Формуле-1». Ах ты жирная, маленькая, шикарная жертва инцеста. Вообще-то, надо признать, идею эту мы почерпнули у Никки. У кого? У Лауды. Он купил себе место, чтобы не тратить время на младшие серии. Я подумал, черт меня дери, а он прав. Никаких спонсоров, суперзвезда. Надеюсь, ты одобришь? Никаких вульгарных логотипов сигарет и презервативов. Просто белое с флагами. И гоночный комбинезон, на котором написано… Секс-завтрак-чемпион. Когда начинаем? Как только будешь готов. Готов? Я всю свою жизнь этого ждал. Деревня Уоткинс-Глент. Со старта гоночной серии многие задавались вопросом, что лорд Хэскет и его команда энтузиастов из высшего сословия принесли в гоночный мир гламур или комедию. Определенно, никто прежде не видел впадоки официанта, подающего устрица икру. Однако, эта команда добилась многого. Шестые во Франции. Четвёртые в Британии. Третьи в Голландии. Всем пилотам на трассе сигнал опасности. Серьёзная авария на Эске. Только что поступила информация о тяжёлой аварии во время квалификации. Имя гонщика нам на данный момент неизвестно, но та суматоха, которую вы видите вокруг меня и на трассе, явно говорит о серьёзной трагедии. Несомненно, по мере поступления информации мы узнаем подробности. Но это то зрелище, которому никто не рад на Формуле-1. Уберите руки. Проваливай отсюда! Только за последние четыре сезона мы потеряли таких знаменитых пилотов, как Пирс Кяридж, Йохен Ринд, Йо Зиферт, Роджер Уильямсон. И сегодня на трассе Уоткинс-Гленн Формула-1 отняла жизнь ещё одного гонщика. Команда Тиррелл снялась с гонки, и их места на стартовой решётке остаются пустыми. Ужасно. Надо было отменить гонку. Почему? Он ошибся, слишком быстро входил в поворот. Сам виноват. Да что ты. Это очевидно, посмотри на следы шин. Это говорит ничтожество, купившее себе место в команде? Каково на новом месте, кстати? Прекрасно. А тебе каково в хвосте? Не собираюсь там задерживаться. Девять минут до прогрявочного круга. Вхожу в шпильку Гранд Отель. Вторая передача. Вхожу жёстко. Прицел на поздний Апекс аккуратнее с барьером. Следует поворот Портье на второй передаче. Остаюсь на второй. Поздний Апекс. Чуть торможу. Остаюсь на второй. Выхожу из поворота, вхожу в тоннель, отклоняюсь справа, дальше на третью, четвёртую, пятую. Александр здесь? Да, был здесь. Он пошёл в дом, чтобы ответить на звонок. Скоро вернётся. Он хотел мне показать свою драгоценную гордость. Сразу понимаешь, мальчишки и их игрушки. Какая же она хлипкая и при этом такая дорогая. Неудобства. Ни защиты, ничего. Ну да, просто маленький гробик с высокооктановым топливом, летящий на скорости 270 км в час. Во всех смыслах, настоящая бомба на колёсах. Вы Джеймс, ведь так? Да. Вы соответствуете описанию. Да что вы. Я Сьюзи, подруга Алекса. Да. Я уже в курсе. И как меня описывают? В целом положительно, в плане внешности и отрицательно в плане характера. Мне рекомендовали вас избегать. Кто рекомендовал? Александр. Он сказал, что вы плохой мальчик. Александр не знает, о чём говорит. Я был таким, но это в прошлом. Новый я, профессионал. Рано ложусь, рано встаю. Это тоскливо, но, по мнению команды, это необходимо, чтобы побеждать зануду колбасника. Вы этим занимались, когда я вошла? Да, метод визуализации. Я мысленно прохожу маршрут. На этот раз Монако, там следующая гонка. Ну, лично я всегда считал, что достаточно выйти на трассу, выжать педаль газа и брать всех на слабо. Но теперь мне этого не позволяют, хотят, чтобы моё тело было храмом, а в мыслях я был монахом. А что насчёт вашей души и вашего сердца? Об этом они тоже подумали. Хотят, чтобы я перестал страдать ерундой, остепенился, женился на первой же подходящей девушке. Они думают, что мне это будет на пользу. А что вы думаете? Это будет г**лый кошмар. Но поскольку они чаще всего оказываются правы, возможно, они правы и в этом. Вы случайно замуж не хотите? Что это с ним? Ничего, ничего. Он не хочет тебе праздник портить. Это насчёт того фрица. И что с ним? Он подписал контракт с Феррари. Шутишь, что ли? Боже, как такое могло случиться? Он и им заплатил. Ну, старик вернул себе Рига Сони, а тот, видимо, настоял. Он утверждает, что Никки гений в настройке машин. Воспитательная трасса Феррари, Фьорано, Италия. Ужасно. Как на свиньи ехать? Не смей так говорить. Почему? Это Феррари. Это жестянка с гайками. Руля на совершенно не слушается. Распределение веса безобразное. Поразительно, что, обладая такими средствами, вы умудряетесь клепать такие развалюхи. Мы рады приветствовать вернувшегося в семью Феррари нашего дорогого друга Клея Рига Сони. А также представить вам Никки Лауду, приехавшего из Австрии. Семья Феррари. Наш дорогой друг Клея Рига Сони. Для командора ты член семьи и друг только пока выигрываешь. Как только перестанешь, до свидания. Прекрасно понимаю, это бизнес. Я поступал бы так же. Но это же не просто бизнес. То, чем мы занимаемся, это страсть, любовь. Потому мы и готовы рисковать своей жизнью. Только не я. Будь у меня другие способности и возможность с их помощью зарабатывать, я думал бы так же. Откуда ты знаешь, что здесь что-то заработаешь, пока тебе это не удавалось? Пока нет, но заработаю. Если ты можешь, то и я смогу. Ты вообще способен не быть засранцем? Почему это я засранец? Ну... Я езжу быстрее тебя и лучше разбираюсь в настройках болида. Не можешь смириться с этим, значит, засранец ты. Да пошел ты. Я тебя взял с собой лишь потому, что ты кажешься парнем-нелюдим. Я решил познакомить тебя с хорошими людьми, чтобы они на тебя хоть как-то поулияли. Ну, забудь. Сам себе ищи друзей. Ну, ладно тебе, Клей. Извини. Субтитры создавал DimaTorzok Вы уезжаете? Да. Не подбросите меня до ближайшего города или до ближайшей станции? Конечно. Торрент, в получасе езды отсюда. Садитесь. Что вы делаете? Слышите шум, когда прибавляете скорость? Нет. Ваш ремень-вентилятор ослаб. Мы что? И когда притормаживаете, то выжимаете педаль до пола. Значит, система попадает в воздух. Ещё что-нибудь? Нет. Только задние тормоза изношены, и правая передняя шина чуть спущена. Поэтому машина так виляет. Как вы это поняли? Задницей. Простите? Господь дал мне заурядный ум, но очень хорошую задницу, благодаря которой я чувствую машину. Вы заблуждаетесь. Машина в полном порядке. Она была в сервисе неделю назад. Но не в хорошем. Нет, в очень хорошем, очень дорогом. Моя машина как новенькая. Расслабьтесь. Вы не очень торопитесь? Нет. Мне нужно быть в Маранелло только в понедельник утром. Мы можем говорить по-немецки. Вы же из Вены? Да. Марлен. Никки. Откуда вы знаете Курта? Кто такой Курт? Курт Юргенс, хозяин дома. Он мой… вернее, был моим другом. Пожилой мужчина порой может быть весьма привлекательным, но лишь до тех пор, пока не поведёт себя, как испуганный ребёнок. Я, должно быть, была не в своём уме. Давайте лучше я, иначе мы никогда отсюда не выберемся. Мы же в Италии. Неплохо, да? Всего за три секунды. Признайтесь, вас это впечатлило. Безусловно. Здравствуйте, молодые люди. Добрый день, сеньора. Простите, вы ведь Никки Лауда? Да. Он угадал. Матерь Божья, поверить не могу. Никки Лауда, надо же. Вас подбросить? Вообще-то да. Для меня это честь, Никки. Спасибо. Моя машина ваша машина, только с одним условием. Машина у меня не просто дерьмо, а собачье дерьмо, но если вы поведёте, я буду счастливее всех на свете. Согласны? Никто не поверит, что Никки Лауда вёл мою машину. Никки Лауда, Никки Лауда, Никки Лауда! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Кто вы? Я должна вас знать? А вы разве не знаете? Это Никки Лауда, пилот Формулы-1, и сейчас он в Феррари. Он? Да. Быть не может. Почему? Ну, знаете, все пилоты Формулы-1 с длинными волосами, сексуальные, рубашки вечно расстёгнуты. Спасибо. Да, посмотрите, он же машину ведёт, как старик. Сейчас нет нужды ехать быстро, это увеличило бы процент риска. Мы никуда не торопимся, и мне не платят. В отсутствии стимула или вознаграждения, почему я должен ехать быстрее? Потому что я вас об этом прошу. И вы всегда добиваетесь того, чего хотите? Да, как правило. Да, как правило. Гран-при США, Глент, 5 октября 1975 года. Невероятная борьба между Никки Лаудой в красном Феррари и Джеймсом Хантом в белом Хэске. Никки Лауда бросает лазер. Лауда атакует Ханта, пробует на внутреннем радиусе. Но на выходе из поворота Хант снова вырывается вперёд. И снова Лауда пытается проскочить на внутреннем радиусе. Они идут абсолютно бок о бок. Колесо в колесо, совершенно ровно. Фантастическая битва двух великолепных пилотов. Хант снова впереди. Но Лауда опять нагоняет. Лауда ещё раз проскальзывает внутрь, пытается проскочить. И опять входит слишком широко. Вновь Хэскетт. Сьюзи, всё готово, пора. Сейчас, секунду. Можем начинать? Да, хорошо. До конца заезда на трассе у Откинс-Глэнд остаётся несколько кругов. Машина на спуске. И у Ханты возникает проблема. Хант прижимается к левому краю. Лауда один вырывается в лидеры. Печальное завершение великолепного состязания. Хант отталкивает маршала. Клетчатый флаг приветствует Лауду и команду в Феррари. В титул достаётся Нике Лауде, который выигрывает гонку и выигрывает чемпионат мира. Ну что, теперь ты похож на гонщика? Спасибо. Пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Марлен, поехали. Твоя машина всем остальным не оставила ни единого шанса. Может, это моя заслуга в том, что машина настолько хороша. Брось, Никки, ты же в Феррари, а я в Хэскете. При равных условиях, как было в Формуле 3, я бы тебя победил, ты сам это знаешь. Никогда. Ты мог бы выиграть одну гонку, возможно, две, благодаря своей агрессивности, но в конечном итоге весь сезон никогда. Это почему? Потому что быть чемпионом – это не только быть быстрее всех. Нужно и нечто другое. Ты просто лихач и тусовщик, поэтому все тебя и любят. А теперь повтори это и скажи, что не завидуешь. Чему я должен завидовать? Сам подумай. Все эти восторги, эти улыбки – знак неуважения. Ты для них не страшен, в отличие от меня. Да, в отличие от тебя, того, кого никто не любит. Правильно. Даже его товарищи по команде. Правильно, потому что я человек серьезный, я рано ложусь спать, слежу за собой и за своей машиной. Да, ты примерный мальчик. Да, прихожу на работу, надираю задницы, а после гонки возвращаюсь домой, вместо того, чтобы в барах трепаться о всякой ерунде со всеми этими засранцами. Засранцами? Тебе тоже стоит чаще бывать дома. Я слышал, ты женился? Да, женился. И где она, твоя таинственная жена? В Нью-Йорке. Работает. Я вас ни разу не видел вместе. Нет. Может, потому что ты всегда сидишь дома, один. Заботишься о себе, стараясь быть хорошим мальчиком? Выпей за мой счет, Джеймс. Спасибо, Никки. Я, пожалуй, выпью дважды. Так, Пузырь, чего бы это ни стоило, мы должны в следующем году одолеть этого поганца. Ты только скажи, что надо, и я сделаю все. Я готов на что угодно. И это серьезно. Какого черта здесь происходит? Где все? В чем дело? Ты знаешь, какой сегодня день? Да, 14 ноября. Вроде. А что? Ты имеешь представление о значении этой даты? Даже не знаю. Открывается сезон охоты на фазанов? Это предельный срок подписания контрактов со спонсорами на следующий сезон Формулы-1. И что? Срок истек в полночь, а мы никого не привлекли. И что? Мы же не ищем спонсоров. Ты сам сказал, презервативы и сигареты. Это вульгарно, так? Так. Но мы ищем, то есть искали. Я слегка ошибся в расчетах. Расходы на Формулу-1 оказались в реальности совсем не такими, как в младших сериях. Что ты хочешь сказать? Что все кончено, суперзвезда. Вмешались банки, начали всех увольнять. Мне, наверное, придется продать этот дом. Господи. Субтитры сделал DimaTorzok Мне нужно ездить пить, найди мне команду. Как насчет Лотуса? Тебе не понравится то, что я скажу. Лучше скажи. Ладно. Они считают, что твоя репутация опережает тебя. Это еще что значит? У меня звонок на другой линии. Я тебе перезвоню. Питер Хант? Проклятье. Не переживай, что-нибудь подвернется. Сомневаюсь, что тебе это поможет. Давай съездим куда-нибудь на выходные. Покатаемся на лыжах, пока я не вернусь в Нью-Йорк. Говори со мной, Джеймс. Не делай вид, что я чужая. Знаешь, Сьюзи, только чужой человек мог позвать меня кататься на лыжах, зная, что я не могу участвовать в гонках. Я не могу на это смотреть. А на что ты вообще надеялась? На ручного рыцаря в сверкающих доспехах? Это мне не грозит. Позволь дать тебе совет. Я вся внимание. Не жди нормальности от мужчин, которые готовы расстаться с жизнью на гоночном круге. Я и не ждала нормальности. Бог свидетель, я знала, на что иду. Я лишь надеялась, что выхожу за человека, который хотя бы в половину такой же яркий внутри, каким кажется снаружи. За моей показушностью хотя бы есть что-то существенное. Вали в свой Нью-Йорк, дорогая. Там наверняка есть какой-нибудь увлажнитель или тени для глаз, которые никому не впарить без твоей слащавости. Слушаю. Привет, Джеймс, это Питер. В Макларене что-то затевается. Ты что об этом слышал? Ничего, что там? Говорят, Эмерсон ушел. Взял и бросил их. Боже, сосла ты меня туда, Пит. Что хочешь говорить, только устрои мне встречу. Я сразу прийду к делу. Наш достопочтенный ведущий гонщик... Фи, *** его, Пальди. ...в последнюю минуту ушел от нас в другую команду. Коперман, ***. И нам нужна замена. Как ***, скорее. К счастью, желающие уже есть хорошие люди. Жаке Икс. Я быстрее, чем Жаке. Но он основательный, надежный. Он взрослый. Ну да, он ринется в просвет, когда никто больше не сунется. Рискнет ли он жизнью, когда это действительно будет нужно? Он нравится спонсорам. Так вам нужен гонщик или продавец зубных щеток? Нам нужен успех. Мне тоже. Но это значит побеждать Никки Лауду, а не быть дрессированным пуделем для спонсоров. Я слышал про эту историю с Никки. Все слышали. Вы правда думаете, что сможете его обойти? На Макларе не смогу. Это единственная машина по скорости равная Феррари. Поэтому я здесь. И прошу вас. Я сделаю все, что вы скажете. Надену галстук, буду улыбаться спонсорам, говорить правильные вещи. Я могу обойти этого парня, поверьте. Только дайте... Дайте мне болит. Да, да, временами его заносит. Да, он всех доводит до бешенства, но в плане неподдельного таланта и всего того, что нужно, в мире нет гонщика лучше него. Он не фальшивка, Тедди. Он олицетворяет то, ради чего все мы в этом деле. Девять дней из десяти вы будете волосы на себе рвать, но на десятый день Джеймс будет непобедим. И в этот день вы пожалеете, что он не на вашей машине. Вы никогда не выиграете чемпионат с Жакей Иксом. А вот с Джеймсом очень может быть. Гран-при Бразилии. Январь 76-го года. Трасс Интерлагас. Добро пожаловать в Сан-Паулу, Бразилию, где на трассе Интерлагас проходит первая гонка Формулы-1 сезона 76-го года. Главная новость. Джеймс Хант выиграл квалификацию и занял пол-позицию, опередив Нике Лауду на его пирали всего на две сотые секунды. Новая машина. Я заметил. Пол-позиция. Это я тоже заметил. Теперь сыграем на рамках, мой маленький дружок. Да. Посмотрим, что будет после первого круга. Посмотрим, что будет после пяти гонок. Хант занимает пол-позиции, что должно дать ему наилучшие шансы в стартовом рывке опередить Феррари Лауду. Если был вопрос в том, найдется ли для Лауды серьезный соперник в этом сезоне, Хант и его Макларен определенно дали нам на него ответ. Бразилия. Лауды побеждает. У Ханта отказ двигателя. Рампли Южной Африки. 5-6 марта 76-го года. Здесь, в Южной Африке, Джеймс Хант твердо намерен наверстать потерянное после злополучного происшествия в Бразилии. Но в километре четвертый флаг встречает Лауду, а Джеймс Хант приходит к финишу вторым, наконец-то подтверждая свою заявку на чемпионский титул и зарабатывая первые очки в этом сезоне. Если чувствуешь ветер, это я дышу тебе в спину. В следующий раз и я тебя сделаю. В Испании увидим. Гран-при Испании. Майя 76-го года. Испания. Хант побеждает Лауду 2-й. Джеймс Хант в этом сезоне наконец-то одерживает первую победу на трассе в Испании после великолепной конкурсии. Но это был только вопрос времени. Слишком широкая дисквалификация. Что? Вы дисквалифицировали. Как такое возможно? Лишних полтора сантиметра. Это та же самая машина. Просто сделайте её уже, мне всё равно как. Смените заднюю подвеску поперечной рычаги. Я хочу, чтобы эта штука чётко соответствовала требованиям. Тогда придётся вернуть масляный радиатор на прежнее место. И антикрыло нужно будет менять. Блин. А мы что делаем? Гран-при Монако, 76-й год. Дисквалификация Ханта после победы в Испании поставила под угрозу его шансы на чемпионский титул. И теперь очередная беда в Монако. Его мотор задымился. Из двигателя Макларена валит дым, и Джеймс Хант выбывает. Вы можете сказать, что случилось? Конечно. Волшебство. Мы взяли прекрасную машину шедевра инженерного искусства и за одну ночь превратили её в огромный вонючий кусок дерьма. Бельгия Монако. Чёрт. Какого хрена вы натворили? Это не машина, а ветствие. На ней ехать невозможно. Джеймс, если проблемы с болитом, мы всё исправим. Болит дерьмо. Вы должны подать эпиляцию. Подать, и мы всё уладим. Мы же убьёмся там все. Иди, бабу себе найди. Пошёл ты. Для вас это была удачная гонка, Никки? Для всех хорошо, что самая быстрая машина отвечает требованиям. Джеймс, вы отстаёте от Лауды на 50 очков, и сегодня вам вновь не удалось закончить гонку. Что идёт не так? Грязная политика, грязные уловки. Вот что не так. Сезон Формулы-1 этого года близится к середине. Феррари и Никки Лауда явно на вершине, а Джеймса Ханты и команду Макларен преследуют сплошные неудачи. Ну что, пять гонок позади? Как дела? Прекрасно. Была только небольшая проблема с австрийским крысёнышем и его командой итальянских жуликов, испоганивших мою машину. О чём это ты? О гонке в Испании, которую я выиграл. Да, на машине, не соответствовавшей правилам. На 5,8 дюйма шире. Ты знаешь, что это никак не влияет на скорость. Но ты нажаловался. Твоя банда юристов надавила на руководство. Нам пришлось переделывать машину, и она превратилась в монстра. Зато в допустимом законном монстра. То есть ты опустился до жульничества? Ты ездишь на незаконном болиде, а меня зовёшь жуликом? Смешно слушать. Правило есть правило. Да, крысы есть крыцы. Спасибо. Ты правда думаешь, что меня это обижает, Джеймс? Что ты зовёшь меня крысой, потому что я похож на неё? Я не возражаю. Крысы отвратительные. Да, их никто не любит, но они очень умные, и у них сильный инстинкт самосохранимый. Замечательно. Марлен, идём. Оставим этого придурка. Неудивительно, что она его бросила. Кто-нибудь видел Сьюзи? Она должна была сегодня прийти. Мы не хотели тебе говорить перед банкой. Что говорить? Сьюзи в шоу Бёртона, жена Ханта, встречается с актёром, а Алис улетела к своей матери. Боже. Белокурая модель Сьюзи Хант вчера взошла на романтическую и головокружительную карусель Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона. Это его подарок? Да. И когда это началось? В те выходные, когда я ездила кататься на лыжах. Зачем ты приехал, Джеймс? Я должен тебя вернуть. Ты не хочешь, чтобы я вернулась. Ты и жениться никогда не хотел. Хотел. Не надо, Джеймс. Ты сделал это, потому что надеялся, что тебя это изменит, сделает серьёзнее, поможет выигрывать гонки. Нет, всё не так. И кто знает, если бы было дело только в выпивке, или наркотиках, или неверности, или перепадах настроения, всё ещё могло бы сложиться. Но когда всё, это сразу. Да, я знаю, я ужасен. Нет, ты не ужасен. Ты просто такой, какой ты есть в данный момент твоей жизни. Боже, упаси желать большего. А Ричард Бёртон сможет дать тебе больше? Знаешь, у него ведь тоже репутация плохого мальчика. Для меня важны его чувства ко мне. А я чувствую, что он меня обожает. Джеймс, пару слов. Вы со Сьюзи снова будете вместе? Мы расстались очень мирно. Моя жена нашла себе нового спонсора, то есть любовника, с которым она счастлива. А мистер Бёртон нашёл способ снова почувствовать себя молодым, и потому он тоже счастлив. Будем надеяться, что карманы у него глубокие, ему это понадобится. А я нашёл способ стать неженатым, не потеряв при этом ни пение, что можно считать самой крупной победой в моей карьере. Мне пора на самолёт. Проблема заключалась в том, что брак не соответствовал моему стилю жизни. Сьюзи Хант гонится за Ричардом Бёртоном. Сьюзи Хант гонится за Ричардом Бёртоном. Трасса Поли-Ликар, 62-й Гран-при Франции, 2-й, 3-й, 4-й июля 76-го года. За весь сезон мы ещё не видели у Джеймса Ханта такого напора. Из лагеря Макларед всю неделю поступают сообщения, что их болид теперь полностью соответствует требованиям и быстро как никогда. Франция Хант побеждает Лаудо с полистрацией. Даже с дождевой резиной мы самые быстрые. Гран-при Великобритании, трасса Брэндс-Хэтч, 18 июля 76-го года. Хант подбирается вплотную к Лауде на подходе к Друиду. Неки Лаудо с трудом удерживает лидерство, пока они поднимаются по склону к шпильке Друиду. Их Ханта переезжает к Лауду. Колпа восторженно приветствует Джеймса Ханта, первого британца, выигравшего Гран-при Великобритании на трассе Брэндс-Хэтч после Джима Кларка в 1964 году. Джеймс, слушай, невероятный отрыв от соперников. Что помогло вам добиться такого преимущества? Большие яйца. В результате расследования дисквалификации Джеймса Ханта после Гран-при Испании было решено отменить дисквалификацию, вернуть ему победу и завоеванные очки. Джеймс, несколько недель назад сезон для вас складывался крайне неудачно, а теперь вы снова в деле. Что изменилось? Это сочетание нескольких факторов. Не все из них я готов сейчас обсуждать, но торжество справедливости, отмена дисквалификации в Испании, это помогло, как и то, что мой болит снова в лучшей форме. Теоретически возможно, что Джеймс Хант вас нагонит. Вас это беспокоит? Нисколько. Чтобы нагнать меня, ему нужно выиграть все гонки, а мне во всех проиграть. А это случится, если рак на горе свистнет. Теперь, с вашего позволения, меня ждут семейные дела. Я тебе сразу скажу. Я в этом не силен. Дарить цветы, держаться за руки. Я наверняка буду забывать про твой день рождения, но если я это и сделаю, то только с тобой. Боже мой. Да ты поэт? Перед тем, как вы пришли сюда, вам обоим был задан вопрос, является ли ваше желание вступить в брак искренним и добровольным. Поскольку вы оба дали утвердительный ответ, я данный мне властью, объявляю вас мужем и женой. Мои искренние поздравления. Мои искренние поздравления. Большое желание. Мои искренние поздравления. Ну что с тобой? Счастье – это враг. Оно делает тебя слабым. Заставляет сомневаться. Внезапно понимаешь, что тебе есть что терять. Когда называешь счастье врагом, значит уже ничего не поделать. Значит, ты уже потерял. Добро пожаловать на легендарный Нюрнбург-ринг. Протяжённость трассы 22,8 километра. 185 поворотов. Грам-при Германии свободной заезды. Ники, можно автограф? Конечно. Поставьте дату, пожалуйста. Дату? Зачем? Кто знает, вдруг это ваша последняя гонка. День гонки 1 августа 1976 года. Добро пожаловать на Нюрнбург-ринг, самую опасную трассу в календаре этого сезона. В формуле 1 она известна как кладбище. Погодные условия далеки от идеальных, и, по последним данным, улучшений не предвидится. Господа, прошу тишины. Благодарю. Никки Лауда. Спасибо. Я попросил вас собраться, поскольку, как все вы знаете, Нюрнбург-ринг – самая дурацкая, варварская, устаревшая, опасная трасса. Вы все видели, что сегодня шёл дождь. Вы, Палпут, знаете, что трек должен находиться в идеальном состоянии, чтобы быть хоть сколько-то приемлемым с точки зрения безопасности. А сегодня в дождь он никуда не годится. И я собрал вас, чтобы мы проголосовали за отмену гонки. Отменить гонку? Как это? В отношении очков ситуация никак не изменится, гонка просто будет отменена. Бред, собачий. Если гонку отменят, никто из нас не получит гонорар. Это верно. Вы потеряете деньги, но, возможно, сохраните себе жизнь. А ещё это значит, что ты фактически станешь победителем чемпионата. Так что тебе это безусловно на руку. Почему? Я тоже не заработаю очков. Да, но будет одной гонкой меньше, где я, или кто-то другой могли бы обойти тебя. Джеймс прав, это просто уловка. Может, ему просто страшно? Какой *** ты сказал? Да, конечно, мне страшно. И вам тоже. Я знаю, что каждый раз, когда я сажусь в болид, у меня 20-процентный шанс погибнуть. И я могу смириться с этим, но не одним процентом больше. А сегодня из-за дождя риск увеличен. Полагаю, это зависит от того, как хорошо ты ездишь в дождь. Я установил здесь рекорд трассы. Я единственный в истории, кто прошёл круг меньше, чем за 7 минут. Так что если я поеду сегодня здесь, это будет для меня преимуществом. потому что я быстрее всех вас. Ну, конечно. Прекрасно. Значит, будет гонка. Да. Никки, не надо отменять. Господа, прошу вас. Хорошо. Кто за то, чтобы отменить гонку? Кто за то, чтобы она состоялась? Господа, гонка состоится. Гран-при Германии, Нюрнбург-Ринг, август 76-го года. Местами мокрая трасса по-прежнему представляет опасность. Но на совете пилотов было принято решение... Гран-при состоится. Минута до старта. Йохан едет на слитах. Хочешь сменить? Никки меняет? Нет. Тогда мы тоже останемся на дождевых. Никки, ты как? Нормально. Хорошо. Заводи. Борьба за чемпионский титул в этом сезоне Формулы-1 это, по сути, история соперничества двух человек. До сих пор все складывалось в пользу Никки Лауды. Но Джеймс Хант здесь выиграл квалификацию, заняв на Гран-при Германии по позиции Никки Лауда рядом с ним в кроваво-красном Феррадо. Гонка долгая. Если трасса начнет высыхать, дождевая резина уже не будет такой быстрой. Никки Лауда и Джеймс Хант бок о бок уходят со старта абсолютно синхронно, и идут впереди Пелитона. Лауда действует агрессивно по отношению к Ханту, выдавливая Маклару на траву. Лауда лидирует. Он опережает всех на первом повороте. Хант второй. Масс проносится мимо Ханта. Он сделал правильный выбор, предпочтя резину для сухой погоды. Масс обходит Лауду. Йохан Масс, 12-й номер Макларена, захватывает лидерство. Лауда, Йохан Масс явный лидер, и все остальные принимают решение снинить резину уже после первого круга. Давайте живее. Видишь, говорил же, что нужны с Ликки. Надо было меня слушать. Отвали. Где Никки? За тобой. Он допустил ту же ошибку. Быстрее! Шевелитесь. Что у вас там? Спешная смена резины сильно перетасовала колоду. Масс теперь впереди. Ну же! Лауда торопит своих механиков. Это же катастрофа. Быстрее! Ну что там такое? Ну же! В чем дело, Гавники? Никки Лауда наконец вылетает на трассу. Пока что эта гонка проходит для него неудачно. Его главный соперник на чемпионате, Джеймс Хант, далеко впереди. Лауда входит один палит за другим. Только что он обошел лотус Марио Андретти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ники, надо вытаскивать его! Вытащите меня! Помогите! Авария с участием нескольких машин. Кажется, среди них есть Феррари. Вслед за серией серьезных аварий на втором кругу германская гонка остановлена. Сюда! Скорее! Скорее! Тяните! Очень горячо. Сюда! Скорее! Живее! Имя пилота пока неизвестно. Наконец поступила информация об аварии. В нее попал и Ники Лауда. Его серьезными ожогами вертолетом доставляют в больницу Мангейн. Великоптер из Манхаймер Крэнтенхаусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Основную угрозу представляют не ожоги на его лице, а поврежденные легкие. В реанимационном отделении возле него дежурят 6 врачей и 34 медсестры. Похоже, его состояние намного тяжелее, чем мы опасались. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да спасет тебя милость его и облегчит твои страдания. Продолжение следует... Наводнение, опустошившее каньон Биг Томпсон в Колорадо, было сильнейшим за всю историю наблюдений. На соревнованиях Формулы-1 сегодня не было торжества в честь победителей из-за ужасной аварии с участием чемпиона мира Никки Лауде. Перед гонкой, беспокойшей о безопасности, австриец сказал, что не примет в ней участие, но потом передумал. Наверстывая упущенное время, он вылетел с трассы и пробил топливный бак своего Феррари. Брэд Ланджер не смог избежать столкновения с пылающей машиной, но не пострадал и вместе с другими гонщиками спасал Лауду, который затем был доставлен в госпиталь Мангейм с тяжелыми ожогами. Это происшествие вновь напомнило нам, как опасна Формула-1. Фраулауда, Фраулауда, он очнулся и заговорил. Он послал священника к черту и сказал, я еще жив, можете зайти к нему. Субтитры создавал DimaTorzok 14 дней спустя. Гран-при Австрии, 15 августа 1976 года. Гран-при Австрии, 15 августа В отсутствие Никки Лауды, Джеймс Хант набирает очки. 28-й день в госпитале, 29 августа 1976 года. Герлауда, нам необходимо очистить ваши легкие. Должен предупредить, это тяжелая процедура. Сегодня Джеймсу Ханту исполняется 29 лет. Субтитры создавал Дима Торзок. Продолжение следует... 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 Конечно. Мне пересадили кожу, перенесли половину моего правого бедра на лицо. Выглядит не очень хорошо, но есть одно неожиданное преимущество. Пересаженная кожа не может потеть, так что пот никогда больше не будет заливать мне глаза, а для пилота это хорошо. Узнав о вашем состоянии, команда «Феррари» немедленно наняла другого пилота на замену, Карлоса Ройтемана. Да. Когда я еще даже до госпиталя не добрался. Ройтеман сегодня тоже участвует в гонке? Да. Он надеется произвести впечатление. Посмотрим, как сегодня финиширует мистер Ройтеман и как финиширую я. Джеймс Хант и Макларенс сильно продвинулись вперед, пока вас не было. Да. Будет какой-то вопрос, или вы просто пытаетесь меня разозлить? Но вы все же считаете, что можете победить. Да, конечно. Моя машина лучшая, и, возможно, я лучший гонщик. Но он человек умный, не терял времени даром, и пока я валялся в госпитале полумертвой, он смог набрать несколько очков. А что сказала ваша жена, когда увидела ваше лицо? Она сказала, что, милый, для гонок тебе не нужно лицо, тебе нужна только правая нога. Я говорю серьезно. Вы правда думаете, что ваш брак сможет уцелеть при том, как вы теперь выглядите? И я тоже говорю серьезно. Иди, хуй, хуй. Пресс-конференция окончена. Умеешь ты привлечь внимание, я тебе скажу. Если честно, по-моему, нормально прошло. Они не любят, когда все идет не так, как им хочется. Такова их игра. Пока. До встречи. Джеймс, как у вас дела? Отлично. Слушай, я тебе кое-что могу рассказать по твоему последнему вопросу насчет Ники. А, вы слышали, да? Джеймс. Джеймс. Пожалуйста, Джеймс. А теперь ступай домой и спроси свою жену, как ты выглядишь. Итак, Никки Лаудо всего через 42 дня после аварии на Нюрнбург-Ринге, едва не стоившей ему жизни, поедет сегодня в Монце, несмотря на все советы врачей, без сомнения, сильнейшую боль. Поехали. Ники Лаудо. Ники, пора. Ты в порядке? Всем покинуть стартовую линию. Минута до старта. Минута до старта. Лауда стартует неудачно, постепенно отставая Вернувшийся Никелауда, похоже, не может взять себя в руки Его обгоняет один палить за другим Австриец стартовал очень плохо Возможно, ему еще слишком рано возвращаться на трассу Лауда съезжает с трассы, его выносят далеко на траву Ему удается вернуться на трассу, но для Никки это был скверный момент Никки Лауда — действующий чемпион мира, но, возможно, в своем нынешнем состоянии Он представляет опасность как для себя, так и для остальных гонщиков Штук сталкивается с лотусом Марио Андретти Никки в ловушке, ему некуда деться Никки Лауда делает рывок Он на хвосте у Брандиллы Он выходит из Слитстрима для отгона Лауда начинает обретать форму, которую в начале этой гонки мы считали утраченной Лауда проходит круг быстрее, чем Ройтеман и сокращает разрыв с лидирующей группой Лауда настигает Карлоса Ройтемана, которого команда Феррари взяла ему на замену А вот и Макларен Джеймса Ханта, неподвижный, дымящийся на обочине Это серьезная угроза надеждам Ханта на чемпионский титул Ронни Питерсон становится победителем Монсе Но все взгляды прикованы к человеку, который великолепно финиширует четвертым Это Никки Лауда Великолепное возвращение Никки Лауда Что за гонка? Что за человек? Что за сезон? Финишировав четвертым и получив бесценные три очка Никки Лауда сделал огромный шаг к тому, чтобы сохранить за собой титул чемпиона мира Грам-при Японии, финальная гонка 1976 года Субтитры создавал DimaTorzok Этот долгий, изнурительный и невероятно драматичный сезон завершается гонкой в Японии В тени горы Фудзи Никки Лауда перед началом этой решающей гонки на трассе Фудзи Опережает Джеймса Ханта Всего лишь на три очка Хан знает, что ему нужна безоговорочная победа над австрийцем, чтобы завоевать титул Джеймс, как думаете, вы справитесь с таким давлением? Я никогда не понимал толком, что это значит Я люблю свою работу, я люблю соревнования, люблю гонки Может вам стоит спросить Никки? Он чемпион мира, это ему есть что терять Мистер Лауда, вы ощущаете давление? Разве по мне это похоже? Я чемпион мира и вот-вот снова им стану У Ханта сейчас есть возможность победить, но стать чемпионом не так просто Для этого нужно искренне в это верить Джеймс, вы хотите что-нибудь добавить? Если Никки заливает байки и крутит трюки, действуя мне на мозги, тогда я пощен Но момент сейчас работает на меня, я в наилучшей форме Я практически не сомневаюсь, что на следующей пресс-конференции перед вами буду я в качестве чемпиона мира По прогнозам, сегодня на трассе Фудзи пройдут кратковременные ливни, сопровождаемые порывами ветра и временами туманом, спускающимся с горы Перед началом сегодняшнего гран-при Японии, Лауда лидирует с отрывом всего на три очка Какой великолепный финал сезона? Ханта ли Лауда? Последняя глава раскроется перед вами в нашем подробном репортаже Нужно отменить гонку, это будет смертоубийство Гонка состоится Права на телетрансляцию распроданы по всему миру, все хотят видеть вашу с Никки схватку На трассе Фудзи продолжается ливень, но решение наконец принято окончательно Гран-при Японии с 76-го года все-таки состоится Всем пилотам прибыть к машинам, пять минут до старта 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 Порядок, Никки? Порядок? Не шевелись Что это ты делаешь? Чтобы конденсат выходил Но ведь вода будет затекать Не будет, если будешь идти первым Поверь мне, в этой гонке все решает старт Тебе помочь? Да, подержи, Тедди Ладно, заводи эту заразу Удачи, парень Удачи, Джеймс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Атмосфера на трассе Фудзи буквально наэлектризована 80 тысяч промокших насквозь зрителей Гоночный поединок десятилетия Итак, Марио Андретти на полпозиции Джеймс Хант рядом с ним На втором ряду стартовой решетки Никки Лауда На третьем Джош Шектор из Южной Африки В шестиколесном тиреле За ним остальные 25 участников гонки Данная отмашка и гран-при Японии И наконец-то начинается В таких условиях Должно быть почти невозможно Управлять машиной мощностью 450 лошадиных Девушки отдыхают Девушки отдыхают Андретти сейчас впереди Но Хант атакует Хант обходит Андретти по внешнему радиусу Никки Лауда прорывается за ним Хант лидирует на вкладе в первый правый поворот Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хант завершает первый круг, сохраняя лидерство По крайней мере, у него чистый обзор Никки Лауда, идущий за ним, глотает его брызги Лауда замедляется Никки Лауда уводит первый номер Феррари в пит-стоп Видимо, какая-то проблема Мы пока не представляем, что могло случиться в самом начале гонки Что с машиной? Что с машиной? Никки! Что случилось с машиной? Ничего Машина в полном порядке Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я остановился Его механики спрашивают, в чем проблема Но постойте, Никки Лауда выбирается из болида Это сенсация! Действующий чемпион мира Никки Лауда выбывает из этой гонки Слишком опасно Никки, хочешь, я скажу прессе, что это из-за машины? Нет Скажи им правду Что же происходит? Они говорят с менеджером команды, Лауда что-то объясняет Теперь, когда Лауда выбрал Джеймс Хант знает, что ему достаточно финишировать не ниже третьего места, чтобы стать чемпионом мира Но для Джеймса Ханта работа еще не закончилась В этих жутких условиях он должен пройти всю дистанцию До конца гонки остается 15 кругов Джеймс Хант или Никки Лауда Этот невероятный сезон еще не закончен Сможет ли Хант продержаться до конца в этом коварном финальном заезде? Вы все видите на табло, 58-й круг Хант лидирует О, Господи, у него резина пузырится Брамбилла идет вплотную к нему, постоянно сокращая разрыв Он пытается обойти Джеймса Ханта по внутреннему радиусу Кант подрезает оранжевый марч Кант такого не потерпит И его закрутило Он упустил Ханта, но едва не выбил его с трассы из чемпионата мира Теперь мы видим, что Джеймса Ханта нагоняет Марио Андретти Марио Андретти обходит Ханта Хант замедляется, похоже, у него возникла проблема Несмотря на мокрую трассу, эта дождевая резина изнашивается крайне быстро Резине Ханта конец Ханта осторожно вводит машину на пит-стоп Один из преследователей обходит Ханта 70-й круг, 4 круга до финиша Посмотрите на левое переднее колесо, то есть правое, прошу прощения Протектора не осталось, а другое приспущено Живо, живо Порядок? Когда ты сломал рычаг переключения? Кругов 9-10 назад Надо поднять, Алистер, надо поднять ее Давайте же Быстрее Рига Сони в своем Феррари и Жак Лафит в Лежье вырвались вперед Ну, шевелитесь Уже ясно, ты все-таки чемпион мира Еще нет Несколько кругов назад казалось, что титул Джеймсу Ханту гарантирован Теперь же, похоже, его дела плохи Джеймс Живее Послушай Ну что? Ты давай там полегче В каком смысле? В смысле, побереги себя Ты нужен нам целым и невредимым Ты слишком отстал, впереди тебя слишком много машин Это не последний год Что, и все? Все кончено? Готово К черту Джеймс Хант возвращается в гонку на шестой позиции Впереди четыре круга И понятно, что британца уже ничего не спасет Сосредоточься, суперзвезда Просто не потеряй машину Он ведет Макварен по самому краю М-23 Ханта дергается при торможении Он едва ли не теряет управления Хант на хвосте у Жака Лапита Синим ближним Не надо, Джеймс Он в нескольких дюймах от ограждения И в нескольких дюймах от лыжья Джеймс Хант продвинулся вперед еще на одну позицию Но этого недостаточно А гонка почти заканчивается 72-й круг, два круга до финиша И Уотсона закрутила Уотсона закрутила Нам-то удается проскочить между отстающим соперником И остановившимся Пенске 73-й круг финальный Он нагоняет Ригацони Но в этих условиях догнать это одно дело А вот обогнать совсем другое Он поравнялся с Ригацони Очень может быть, что это чемпионский титул Он обошел его На табло Хант по-прежнему на пятом месте Хант пересекает финишную черту Ему нужно было прийти третьим Чтобы набрать достаточно очков для звания чемпиона мира Но в этой неразберихе нам сообщают Что он, возможно, финишировал пятым Он пришел пятым? Не знаю По нашим данным, Хант занимает третье место Но если табло не ошибается Значит, он только что упустил чемпионское звание Для Ханта это сокрушительное поражение После такого героического заезда Я вижу, судьи совещаются Проверяют официальные результаты кругов Нам придется дожидаться их вердикта Давай-ка выбирайся, дружище Прости, Тедди Я думал, что смогу пробиться Прости, да о чем ты? Тебе удалось Что удалось? Господи, чокнутый ты засранец Ты пришел третьим Ты получил очки Ты чемпион мира Официально подтверждено, что Джеймс Хант Занял третье место на гонке в Японии Это значит, что он становится чемпионом мира Наш новый чемпион мира, Джеймс Хант Благодаря одному единственному очку Да Чемпион мира, чтоб его Скажите, Джеймс, что вы собираетесь делать теперь? Я собираюсь напиться Это потрясающе Прямо как во сне Как ты? Все хорошо Я ни о чем не жалею Ни о чем И наш почетный гость Чемпион Формулы-1 Джеймс Хант Джеймс Хант Вопреки всему Нет моторного масла лучше, чем Хавалин Серьезно? Куда мы полетим? Куда я только захочу И мне даже не придется угонять самолет Я за него заплатил Болония, Италия Куда мы летим? Выйдите, я сейчас Никки Рад тебя видеть Я слышал, что ты все больше времени проводишь в самолетах А ты летаешь? Нет Не думаю, что меня допустят Тебе стоит попробовать Развивая дисциплину, нужно соблюдать правила, выполнять указания, подавлять эго Это помогает на гонках Я-то думал, ты мне сейчас поведаешь что-нибудь лирическое о романтике полета Нет, это все чушь собачья А как ты здесь оказался? Приехал на свадьбу друга То есть, кажется, это была свадьба Может, день рождения или еще что Все слегка в тумане А ты был на Фьорану? На прецизионных испытаниях Вот ты неугомонный Спасибо Не уверен, что хотел сделать комплимент А ты когда начнешь тренировки на следующей неделе? Я не для того выиграл самый высокий титул в моей жизни, чтобы сразу же вернуться к работе Почему? Ты должен, чтобы доказать всем тем людям, которые будут говорить, что ты победил только из-за... Из-за чего? Из-за твоей аварии? Никки, доказать людям или тебе? Я выиграл, ясно? В самый важный день, когда все решалось Мы соревновались на равных условиях, на одинаково хороших машинах Я рискнул своей жизнью и добился победы И ты называешь это победой? Да Риск был совершенно неприемлемым Ты был готов умереть? По-моему, это поражение Да, я был готов, согласен Я готов был умереть ради того, чтобы победить тебя в тот день Потому что ты так действуешь на меня Ты заставил меня пойти на это Это было здорово Черт побери, разве мы в формуле не ради этого? Чтобы смотреть смерть в лицо и обманывать ее? Брось, в этом есть благородство Мы как будто рыцари Ты англичанин, а вы все придурки Ты знаешь мою позицию Двадцать процентов риска Нет, Ник, и не надо о процентах сейчас Не строя себя, профи Когда ты это делаешь, ты убиваешь то, чем хороши гонки Ты убиваешь азарт Джеймс Джеймс, скорее Мне пора Осторожней с этой штукой Джеймс Знаешь, в госпитале тяжелее всего было, когда мне очищали легкие Выкачивали из них всякое дерьмо Это был ад И в процессе этого я смотрел телевизор Как ты забирал себе мои очки Твои очки? Я думал, этот мерзавец Хант, ненавижу его И однажды врач мне сказал Мистер Лауда, могу я дать вам совет? Перестаньте считать проклятием то, что у вас в жизни есть враг Это может быть и божьим даром Умный человек получает от своих врагов больше, чем глупец от своих друзей И знаешь что? Он был прав Посмотри на нас Мы оба, когда познакомились, были мальчишками С балмошными балбесами в Формуле 3 Наши родные от нас отреклись, мы шли в никуда А теперь мы оба чемпиона мира Неплохо получилось Да, неплохо Так не подводи меня теперь Мне нужно, чтобы ты меня доставал Возвращайся к работе Я вернусь, Никки, я вернусь Но сперва я собираюсь развлечься как следует В жизни должны быть и удовольствия Какой смысл иметь миллион кубков, медалей, самолетов, если у тебя нет никакого веселья? Что же это за победа? Джеймс, мы улетим без тебя Джеймс Увидимся на гонках, чемпион Увидимся, чемпион А ты хорошо выглядишь, Никки Ты единственный, кого жуги на лице только красят Конечно, он меня не послушал Для Джеймса одного титула чемпиона мира было достаточно Он доказал все, что хотел доказать себе и любому, кто в нем сомневался И через два года он ушел из спорта Когда мы снова встретились в Лондоне семь лет спустя Я снова был чемпионом, а он телеведущим Я увидел его босым на велосипеде с проколотым колесом Он по-прежнему проживал каждый день как последний Когда я узнал, что он умер 45 лет от сердечного приступа Это меня не удивило Мне просто стало грустно Люди всегда считали нас соперниками Но он был одним из немногих, кто мне нравился И одним из очень немногих, кого я уважал Он остается единственным человеком, кому я завидовал Режиссер Рон Ховард Автор сценария Питер Морган Продюсеры Эндрю Итан, Эрик Феллмар Оператор Энтони Дот Мэнпл Художник Марк Дигби Монтаж Дэн Хенли Майк Хилл Композитор Ханс Циммер В фильме снимались Крис Хемсворт Дэниэль Брюль Оливия Уайл Александра Мария Лара Пьер Франческо Фавино Дэвид Колтер Натали Дорвер Стивен Манген Кристиан Маккей Алистер Петри Колин Стинтон Джулиан Райан Датт М.Лонтаж Дэвин Кристиан Маккей Производство Брайана Грейзера Фильм Рона Ховарда 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 Фильм Рона Ховарда